Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале JsonDoc. В этом видеоролике я покажу вам, как удалить блокировку по Google аккаунту на смартфоне Honor 20 с помощью платной программы OctaPlus Huawei Tool. Как вы уже заметили, настройки телефона уже сброшены до заводских, хозяин телефона в пьяном угаре поменял экранный пароль и забыл его, а Google аккаунт ему создавали в салоне связи. Классика жанра. Нам нужно частично разобрать смартфон, прогреть и отклеить крышку, выкрутить все винты по периметру и снять рамку. Всё это нужно для того, чтобы добраться до тест-поинт. Один важный момент. На многих моделях смартфонов Huawei Honor с процессорами Kirin из 12-й версии прошивки нужен специальный кабель с резистором. Чтобы узнать версию прошивки, нужно сначала ввести смартфон в режим Fastboot. Для этого нужно на выключенном смартфоне зажать клавишу уменьшения громкости и подключить смартфон к компьютеру с помощью USB кабеля. Вот так выглядит режим Fastboot на смартфонах Huawei и Honor. На компьютере запускаем программу Octopus Huawei Tool. Нажимаем кнопку Read Info. Fastboot Mode. Немного ждём. Программа выдаст отчёт о версии прошивки регионе. В моём случае версия прошивки 12.00.221. Десятая версия Android. Регион прошивки C10. То есть аппарат выпущен специально для российского рынка. Далее нужно перевести смартфон в режим экстренной прошивки. Переподключаем шлейф аккумулятора. Вставляем USB кабель только в смартфон. Поднесите второй конец USB кабеля к порту компьютера, но не вставляйте его. Пинцетом замыкаем тестовую точку на любой металлический защитный экран. А затем вставляем второй конец кабеля в USB порт компьютера. Через 2 секунды можно убрать пинцет. Если драйвер установлен корректно, то в системе появится новое устройство Huawei USB COM 1.0. Не забудьте выбрать модель YAL L21 в разделе Phone Model, а снизу выбрать Comport. Затем нужно нажать кнопку Reset FRP и выбрать версию прошивки, соответствующую версии в телефоне. В моём случае это EMUI 12. Нажмите Proceed. Начался процесс разблокировки. В этом уведомлении говорится, пожалуйста, убедитесь, что аккумулятор смартфона полностью заряжен и подключен. Снова нажимаем Proceed. А в этом уведомлении говорится, если вы используете модифицированный кабель, то есть с резистором, как у меня, то вам нужно вытащить кабель из порта компьютера и вставить его обратно. А затем нажать ОК. Выполняем все инструкции программы. После этой операции загрузчик смартфона временно разблокируется. Так называемый чёрный фастбут. В диспетчере устройств появится ADB устройство. И именно поэтому программа вначале предупредила нас о том, что аккумулятор должен быть заряжен и подключен. Без аккумулятора смартфон не сможет войти в режим фастбут для удаления блокировки. Итак, финишная прямая. Проходим первоначальную настройку и со всем соглашаемся. Доходим до рабочего стола. Я немного ускорил этот фрагмент на монтаже. Это всё, что я хотел показать вам в данном видео. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, дизлайки. В комментариях можно задавать вопросы. Всем удачных ремонтов. До встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok